Памятный набор «70 лет победы» пополнил коллекцию Краеведческого музея в этом году. В наборе 42 миниатюры государственных наград Великой Отечественной войны. От ордена победы до медали за доблестный труд. Этот набор был передан нам из администрации города. Памятный набор «70 лет победы» Великой Отечественной войне, выпущен в количестве 300 экземпляров, и вручался в Москве в канун празднования 70-летия Победы. Гостям и также всем городам воинской славы. При изготовлении миниатюрных этих копий были использованы образцы и оригинальный исторический инструмент, а также технические данные, хранящиеся в архивах Мюнского кабинета Санкт-Петербургского монетного двора «Гознак». Эта газета сама была свидетелем войны. На передовице «Правды» от 6 февраля 1943 года заметка об освобождении Старого Оскола и близлежащих сел от фашистов. Экземпляр газеты передал в Дармузею Роман Нифонов. Начальник управления информационных технологий администрации округа. А вот такие древности для Краеведческого музея – большая редкость. Этим останкам животных тысячи и миллионы лет. Фрагменты нижней челюсти шерстистого носорога, который, по мнению ученых, обитал в наших краях 8-14 тысяч лет назад, и кость плезиозавра, жившего еще до появления человека в меловом периоде – 65-100 миллионов лет назад. Эти новинки из древности пополнили палеонтологическую коллекцию Краеведческого музея впервые за 10 лет. Поделился находками директор предприятия «Оскольские дороги» Олег Сопрыкин. Найдены в разное время в песке, завезенном из песчаного карьера, расположенного за микрорайоном Весенний. Песок завозился для строительных дорожных работ. Также в музейном фонде появились личные вещи священника Свято-Троицкого храма Михаила Бабакова и наших староскольских поэтов, членов Союза писателей СССР – Владимира Нишумова и Лира Абдулиной. Новинки представлены на мини-выставке в Краеведческом музее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова